За выходные специалисты обследовали полкилометра сетей. Работал специальный робот, единственный на всю Хакасию. По сути, это плот с видеокамерами, которые передают картинку на экран. Телеинспекция показала, коллектор в катастрофическом состоянии. Бетон внутри труб полностью разрушили кислоты стоков. Местами сквозные дыры. Вердикт однозначен. Сети нужно менять. Поврежденные участки полностью, остальные частично. Вердикт экспертов, разрушение коллектора может привести к настоящей экологической катастрофе. Нечистоты попадут в грунт вблизи питьевых скважин. Мы сейчас обратились к коллегам и должны, наверное, все-таки сегодня получить их заключение по возможности и необходимости введения чрезвычайной ситуации, для того, чтобы ускорить процедуры по приобретению материалов и по восстановлению, точнее, по капитальному ремонту. Специалисты продолжают обследование канализации. Обследовать придется несколько километров вплоть до федеральной трассы, которая пересекает коллектор. Нужно понять, насколько повреждены другие участки. Абаканские сети были построены в 1972 году, а срок службы коллекторов не больше 20 лет. Канализацию за 40 лет ни разу не обследовали. В ближайшей перспективе надо будет уже говорить, вести разговор о, скажем так, разработке проекта и замене, соответственно. Потому что мы же не можем жить вечно на эпохах советского, скажем так, социалистического, наше советского, скажем так, этапа развития. Поэтому в любом случае, рано или поздно этот вопрос бы встал. Сколько средств необходимо на капремонт достоверно станет понятно после полной проверки канализационных сетей. Ольга Могучая, Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести Хакасия.